МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И второстепенной дороги, увы, снова песчано-соляной смесью. Однако хочется надеяться, что будущее весной все-таки Новгород не накроет песчаной бурей. Сегодня в 11 часов в Большом зале филармонии состоится торжественная церемония вручения знамени региональному управлению службы исполнения наказаний. Указ главы государства об учреждении знамени ведомства вышел в июне 2010 года. В течение последних 6 лет именные знамена последовательно вручаются региональным управлением ведомства. Вручение знамени это может происходить один раз в жизни. Это вручается как полку, как любому подразделению, то же самое правоохранительному подразделению. Это знамя, которое мы должны беречь, хранить. Это символ нашей чести и славы. Знамя и грамоту президента Российской Федерации начальнику регионального УПСИН Михаилу Девятого торжественно передаст исполняющий полномочия заместителя директора ВСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Хабаров. В мероприятии также примут участие сотрудники ведомства, руководители силовых структур региона, руководство города и области, ветераны и сотрудники уголовно-исполнительной системы. В парке 30-летие октября больше не будут устанавливать новогоднюю елку. Теперь она там будет расти. Сегодня в районе обеда на центральной клумбе парка будет посажено пятиметровое дерево. И в связи с необходимым периодом приживания ели, к сожалению, в этом году акция «Новогодний подарок любимому городу» не состоится. Новгородцы несколько последних лет своими руками делали новогодние игрушки, которыми украшалась установленная в парке ель. Но зато у всех есть возможность принять участие в церемонии посадки. В Великом Новгороде стартовал открытый чемпионат и первенство области по художественной гимнастике. Соревнования проходят уже в 30-й раз и посвящены памяти Нины Григорьевой, основательницы новгородской школы по этому виду спорта. Судьям в этот раз предстоит сделать нелегкий выбор. За 20 комплектов наград борются почти 200 гимнасток. Большинство претенденток на победные лавры – новгородки. Конкуренцию им составят представительницы Петербурга, Ленинградской, Псковской области и Республики Карелия. Перед выходом большинство участниц стараются справиться с главной проблемой – волнением. Когда человек что-то потерял, он очень сильно расстраивается, и все остальное тоже теряет. Так что, если ты потерял, нельзя расслабляться, надо дальше делать, чтобы было... Собраться и... А всегда ли это легко – собраться? Нет. Самые юные участницы соревнований уже выступили перед судьями и получили заслуженные награды. Однако самые сложные программы еще впереди. Сегодня и завтра участницы покажут себя в личном многоборье, а в воскресенье – в заключительный день соревнований – гимнастки выполнят групповые упражнения. Сегодня определится талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Кто это будет – волк, тигр или кот – станет известно по результатам всенародного голосования. В конкурсе участвует новгородка Софья Подлесных. Она стала автором «Кота-футболиста». А вдохновила ее на создание талисмана веслоухий домашний любимец Миша. Софья Подлесных родом из Старой Руссы и сейчас учится в Новгородском университете. По ее словам, коты ловкие и быстрые – это те качества, которые необходимы футболистам, особенно нашим. Если вы еще не успели поддержать новгородского кота в качестве символа Мундиаля, то у вас еще есть шанс это сделать на сайте talisman.fifa.com. Голосование завершится сегодня в 20 часов 18 минут по московскому времени, а чуть позже, в половине 12 ночи, персонажам-претендентам будет отведено центральное место в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где и будут оглашены итоги голосования. На этом пока все. Далее прогноз погоды от центра ФОБОС. А я прощаюсь. Желаю вам короткой пятницы и отличных выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова